С начала сентября в Хабаровске начались сезоны отключения горячей воды из-за гидравлических испытаний сетей. Так, со 2 по 6 сентября из кранов шла только холодная вода в Краснофлотском и Кировском районах. С 9 по 22 сентября горячей воды нет в индустриальном и частично в Центральном районах. С 16 по 20 сентября ресурс также отключен в части Кировского района и Центрального районов. В поселке Некрасовка на время испытаний не будет горячей воды с 23 по 29 сентября. Напомним, во время гидравлических испытаний горожанам следует быть внимательными в связи с возможностью образования дефектов на теплосетях. О том, какие работы сейчас проводятся, возможно ли в обозримом будущем сократить длительность отключения и не только, поговорим с нашим гостем в студии Сергеем Нехороших, директор филиала «Хабаровская теплосетевая компания». Сергей Иванович, доброе утро. Вот в этом сезоне в некоторых районах, да, мы сейчас уже назвали числа, получается, что горячей воды нет 2 недели в домах некоторых. Почему так долго и с чем это связано? Ну, дело в том, что мы проводим плановые гидравлические испытания по зонам станции, то есть по зоне 1, 2, 3 в разные периоды. И вот сейчас получилась накладка по последним испытаниям зоны Хабаровской ТЭЦ-1. В это же время у нас получилась сдвижка, что проводили ремонтные работы по системам с собой станции, то есть именно те работы, которые нельзя провести в период работы теплосетей. Вот, ну, поэтому немножко продлилось, но мы все гидравлические испытания уже закончили по всем зонам и буквально завтра начинаем уже подавать горячую воду в зоне Хабаровской ТЭЦ-1. То есть, получается, даже раньше, чем в Невоскресенье. Да, мы стараемся подать раньше, вот именно в том плане, чтобы, ну, немножко как выходным дать, постараться удерживать. Ой, это очень хорошие новости. Мне кажется, прям, да, хорошая новость для всех телезрителей наших. А вот, знаете, раньше получалось так, что, например, центральный район перебрасывался с третьей на вторую ТЭЦ или там со второй на третью, как была возможность. Возможно ли сейчас как раз-таки вот такое переключение, чтобы минимальная часть города оставалась без горячей воды? Я думаю, что для южной части города это вообще более чем актуально. Вы знаете, Игорь, мы, конечно, мы так делали, мы и сейчас тут делали так же. Просто летом люди, может быть, не очень заметили, да, у нас был останов в Хабаровской ТЭЦ-2. Он практически в связи с тем, что ремонтировали головные участки станции и ремонтировали работу на сетевой насосе ТЭЦ-2, то практически вот этот перехлест, его никто и не заметил. Он тоже был. Мы за счет Хабаровской ТЭЦ-3 грузили зону Хабаровской ТЭЦ-2. Дело в том, что, значит, не всегда получается по одной простой причине, что ведем, у нас очень большой объем работы был на головных участках теплотрасс. Вот, поэтому не вот именно вот в этом промежутке последней недели, вот, не к сожалению, не очень получилось, чтобы закрыть эти зоны. Ну, стараемся работу, конечно, планировать так, чтобы, ну, еще уменьшить количество этих дней. Ну, вот, кстати, о работе. Какие работы проходили и что обнаружено? Ну, во-первых, за период летнего сезона мы отремонтировали Хабаровский практически почти 10 километров тепломагистралей. Значит, из них больше 3 километров – это замена диаметров, в связи с тем, что у нас все-таки идут стройки, появляются новые потребители. Это вот зона, например, на Карломарсе, знаете, да, вот Восточный, Восточный-2, большие районы, которым требуется тепло. Для этого необходимо провести работу именно по увеличению диаметра тепломагистралей. То же самое вот мы сейчас, то, что работали по улице Ленина, на улице Калинина, это тоже идет увеличение диаметра тепломагистрали с тем, чтобы вот обеспечить, вот, ну, такие же выбросы, мол, у нас появился, вот, здесь районы тоже застраиваются. Ну, и, кроме того, значит, идет плановая работа по замене тепломагистрали, которые отработали уже свой срок, ну, и вот, в общем, мы насобирали практически около 10 километров, и, кроме того, около почти 2 километра тепломагистрали поменяли изоляцию. Это в рамках того, чтобы, ну, избежать увеличения потерь. А после гидравлических испытаний дорожная работа не потребуется? Да, практически потребуется, потребуется у нас в двух районах, но я думаю, мы это своевременно сделаем. Я, опять же, хочу сказать, что все видят, да, там, где мы проходим, обычно после нас остаются хорошие дороги. Мы стараемся восстановить все благоустройство, которое нарушили. В результате гидравлических испытаний, да, мы получили несколько, ну, из каких-то серьезных порывов, но у нас еще неделя где-то до начала, недели была до начала отопительного сезона. Работы все настроены, работают ремонтные бригады по устранению этих порывов. В отопительный сезон мы, как всегда, войдем, я думаю, что успешно. А когда уже, есть ли уже примерно ориентировочные сроки, когда отопительный сезон начнется? Ведь буквально вот немного осталось в Абаровске. Я думаю, что мы пока по предварительным нашим разговорам, я думаю, что где-то в районе седьмого числа. Потому что, по прогнозу тому, который есть на сегодняшний день, через неделю опять теплеет. Пока ориентируемся, опять же, по разговорам с администрацией города, потому что в любом случае этот город будет устанавливать начало отопительного периода, но ориентировочно седьмой. Ну вот, что касается паводковой ситуации, как она и отразилась ли вообще на состоянии, на работе теплотрассы? Вы знаете, в этом году, конечно, уровень был поменьше. Было подтопление участков тепломагистралей по Пионерске, на Шевчука, на этих участках. Но есть небольшие нарушения изоляции, но в основном, конечно, мы в свое время тоже провели откачки. Поэтому я думаю, что в этом году такого не было отражения на деятельности, на подготовке к зиме. А насколько теплотрассы долговечны и что нужно сделать, чтобы каждый сезон мы не ждали порывов? Вы знаете, я хочу сказать, что взяв статистику за последние даже 10 лет, которые я работаю, мы же практически не видим, чтобы мы зимой останавливались. Хотя, вот если взять даже 7-8 лет назад, у нас в зимний период бывало и по 3, и по 5 порывов, те, которые мы устраняли именно в зимний период. Ну, я не знаю, конечно, может быть, именно плановая работа наших технических руководителей позволяет сделать так и провести весь объем работы в межотопительный период, плановый, так, чтобы мы зимой, по крайней мере, не чувствовали, что у нас где-то что-то отключилось. Я не раз замечал в СМИ, что ведутся исследования и работы, чтобы отключение воды не составляло дольше 5 дней. У нас в Хабаровске вот это возможно сделать и при каких условиях? Ну, возможно, в принципе, у нас все в этой жизни, да, но для этого просто необходимо провести очень большой объем работы. У нас очень давно обсуждается идея строительства 35-й магистрали, вот ТЭЦ-3 в сторону Ореховой Сопки. А, конечно, если бы мы вот ее все-таки построили, получилось бы завести некоторые закольцовку тепломагистралей, 31-й, 33-й, тогда мы действительно вот участки могли бы на более короткие сроки устанавливать, конечно. Но даже ТЭЦ-4, если ее построить, то она тоже бы помогла бы существовать? Ну, помогла бы, но дело в том, что ТЭЦ-4, она будет работать на те же самые тепломагистрали, которые работают на сегодняшний день, вот в зоне Хабаровска ТЭЦ-1. Но я жду, что в любом случае одна вот новая магистраль, конечно, помогла бы город очень разгрузить. Сергей Геннадьевич, спасибо вам большое. Пришли к нам вы утром с хорошими новостями, особенно у тех, у кого сейчас нет горячей воды. Завтра уже будем греться. Да. Напомним, у нас в гостях был Сергей Нехороший, директор филиала Хабаровская теплостевая компания. Продолжение следует...